Боль плохая и хорошая. Если мышца не успела залечить микротравмы, очередная тренировка будет откровенно вредна. А если таких вредных тренировок накопится больше десятка, наступит перетренированность. Состояние физического истощения. Оно сопровождается снижением иммунитета, а потому на труженных суставах возникают очаги воспалений. Одновременно падает гормональная секреция, а вместе с нею снижается прочность сухожилий и суставных тканей до травмы рукой падать. Важным признаком перетренированности являются блуждающие фантомные боли в суставах и мышцах. Неприятная действующая на нервы боль появляется через час-два после тренировки, причем она приходит и уходит, как ей вздумается, без внешних причин. Здесь надо сразу принимать меры. Резко сбросить интенсивность тренировок. Если боли не проходят, оставьте тренировки на 2-3 недели. Хорошую боль надо полюбить, другого выхода попросту нет. Что же касается плохой боли, то ее проще предупредить, чем вылечить. К сожалению, лечение травм костно-связочного аппарата носит сложный и затяжной характер. Больную конечность нельзя нагружать так, что тренировки, увы, придется забросить. К тому же травмы редко лечатся до конца. Потом случаются рецидивы и курс лечения начинается снова. Первым делом скажете, разрешительное нет. Своему нетерпению. Каждому из нас хочется исполнить мечту побыстрее. Однако, наш организм способен переварить далеко не всякую физическую нагрузку. Тренируйтесь в меру. Повышая интенсивность тренировок, сообразно росту выносливости и силы. Игнорирование разминки, лишние повторения, сеты и упражнения, все это скорее приведет вас к травме, чем к рекордам. Особую осторожность надо проявлять тем, кто приходит в фитнес-центр после многих лет физического бездействия. Без всякого стеснения подзовите к себе тренера. И пусть тренер проверит правильность выполнения вами упражнений, которые вам самим кажутся неудобными. Если с техникой все в полном порядке, но упражнение все равно вызывает дискомфорт в позвоночнике или суставах, вычеркните его из тренировки. Возможно, вам мешает накопленная сутулость или индивидуальные особенности скелета. Знайте, незаменимых упражнений в фитнесе нет. В профилактике травм огромное значение имеет растяжка. Огрубевшие малоподвижные суставы предрасположены к травмам. Начните свое путешествие в мир фитнеса с пилатеса или йоги. А также легких тренировок в тренажерном зале. Понравилось видео? Ставь лайк. Обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok